Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Ваекра, книга Ваекра. Немножко о молитве, но сначала перейдем к ней, только пройдя жертвы. Все время пишут о жертвах. В нашей недельной главе написано, когда человек пожелает принести от вас жертву Богу. Сейчас только один аспект давайте разберем. Человек должен принести жертву от себя, от вас написано. Какая-то часть себя. То есть, либо своего любимого имущества, либо часть своего я, либо часть своего времени. От себя жертва должна быть Богу. А если просто резали в храме, не обращая внимания, не отрывая от себя ни кусочек гордыни, ни самодовольства, тогда пророки говорили, к чему множество ваших приношений. Здесь надо подумать, только ли о жертвах мы говорим. Сегодня жертв нету, сегодня о жертвоприношении Бог знал, что делал, он заменил нам молитвами. И вот подумайте, во что превращается молитва, которая автоматически бормочет. Такая же жертва. Если жертва была неправильно принесена, все это не жертва. Молитва это великая вещь. Написали мудрецы, что чем меньше мы расположены молиться, тем больше в действительности нуждаемся в молитве. Вообще говорили каббалисты, что молитва это огромное привилегие, данное Богом человеку. Мы своей молитвой, своими словами, произнося что-то, думая, мы можем приблизиться к самому небу и к Богу. Это самое сильное оружие человека. Написано, что то, что человек может в связи с тем, что создана вселенная словом, то, что человек может словом невероятно и не имеет аналогов. Один из еврейских мудрецов задался вопросом, почему молитва меняет приговор Всевышнего. Вот в росте, что она, выделен человеку, идеальный для него приговор, для его исправления. Вот если ему предначертано страдание, для чего? Это же для пользы. Для искупления грехов, для чего? Если он не испытывает этих страданий, ему будет недоставать духовного совершенства. И на это отвечают, что молитва возвышает человека на новую ступеньку. И такому человеку уже не нужны страдания или нужно меньше страданий. То есть мы меняем себя в этом мире. Поэтому, это вот, знаете, такая спущенная с неба такая, канат такой, мы по нему немножко поднялись, а там уже все другое. Один человек пожаловался Равину на трудности жизни, на проблемы, с которыми он сталкивается на работе и дома. И пытается решить, не получается. А Равин говорит, а ты можешь ответы на все вопросы получить в стихе о сне Якова. Помните Яков? Яков снилось ему, что на земле стоит лестница, вверх, которая достает до неба, и по лестнице поднимаются и спускаются ангелы. И спрашивает Равин, а почему ангелы сначала поднимаются, а затем спускаются? Ведь если они, то ангелы, приходят с неба, почему так? И отвечают ему, потому что человек сначала должен построить лестницу, поднимая его вверх от материального мира к духовности. После этого его дела, которые он делает, его как-то освещают, жизнь создают ангелов, короче говоря, которые поднимаются на небо. А когда они возвращаются вниз на землю, Бог появляется вместе с ними и отвечает на наши молитвы. Вот так вот работает все в мире. Сказано, например, Машер Рабен, говорит интересное слово, и молил я Бога, там о том-то в конце книги Дворимина написано. И о чем говорят мудрецы, что никогда в жизни, ни в какой ситуации нельзя отчаиваться ни при каком варианте. Если человеку кажется, что сегодня его просьба не была принята, что его молитва осталась без ответа, возможно, завтра придет час благоволения, его молитва поднимется к небесам и будет принята. Нет, никогда в мир не создал еще ни одной бесполезной молитвы. Вообще написала Каббала, что следует смотреть на любую неприятность, на любую беду, на любые проблемы, как призыв неба к молитве человека. Беда это приказ, данный человеку с неба, что он пришел и молился. Если мы этого не понимаем, мы нарушаем все и не можем выбраться из этой ситуации. Вообще вот есть слова Рабина Ахманова, которые стоит думаться. Он сказал следующее, если бы мертвецу дали оказаться в этом мире, чтобы помолиться, как бы он молился изо всех сил? Так и человек, он думает, что он вечен, молитва сегодня нужна. Когда ты молишься, написано, пусть твоя молитва будет не повинностью, а просьбой о милосердии и мольбой, обращенной к небу. И самое главное, что мы должны всегда помнить, улучшая молитву, мы усиливаем связь с Всевышним. А это побеждает все. Одно этого стоит всего. Брахава-атлаха, хорошего дня, хорошей молитвы.